здравствуйте дорогие мои друзья сегодня у нас будет классическая говно сборка на основе windows 2003 часть инсталляции я пропустил потому что она такая же самая как windows xp текстово ничего там интересного не увидите сразу после нее появляется вот такой интересный этап установка драйверов зачем нам нужны драйвера в виртуальной машине они нам не нужны господа потому что мы с вами установим виртуальный драйвера поэтому мы эту штуку закрываем появляется вот такой вот инсталлятор ну прям знаете такая инопланетная база инсталляция не особо будет отличаться под от windows xp потому что xp шка windows 2000 windows 2003 это все nt5 такой а-ля hackers видите тут изображено где взлом делать сборка кстати это здесь она у нас буржуйская потому что сама версия на английском языке плюс есть еще русификатор вообще сборки на windows 2003 сервер это что-то очень редко я встречался всего лишь парочку и вот это у нас что-то типа нового просит нарушить меня закон бессовестная система совершенно вы не поверите прилетал какой-то гном короче тут счета поводил час мы проверим правильно он вел или нет нажимаем next были мне подходит что за фигня а что вы хотели это же enterprise edition не простая 2003 а такая модная крутая шестой или пятый ключ подошел перерыл кучу форумов а в раздаче написано что вылечено как-то так ну и по самой раздаче пересборщик минутка 15 какой-то впервые его слышу никогда не сталкивался интересное описание удалены ненужные функции добавлены новые из всех имеющихся систем на сегодняшний день наиболее привлекательной в области стабильности мне кажется windows server 2003 просто серверная операционная система она не для с десктопа как бы и устанавливали люди по той причине что серверная версия получала обновление гораздо дольше хотя как показывает практика даже обычная экспишка который скончал в 2014 году иногда до сих пор получает заплатки безопасности далее вылез вот такой вот интересный инсталлятор по умолчанию нажимаем установка это русификация как я правильно понял первый инсталлятор софтом не пропустил вот так вот он выглядел я думаю им 3 mozilla firefox интернет-эксплорер там все это вы и так видели этап установки софта появился повторно может что-нибудь поставим поставим тот софт который выбран здесь по умолчанию нажимаем установить и ждем внезапно вылазит ошибка потом снова ошибка пытается установиться виртуальные драйвера при том без моего ведома хрен его знает нажимаем отмена твою мать а можно даже играть типа как на синтезаторе там пире пим пире пим пире 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 тупо да ничего для тайдоедов самый лучший контент это отлично еще реклама опционов ставьте Короче, с горем пополам Система эта установилась Идет завершение программы Я имею ввиду инсталлятор этот Творится какая-то программная садомия Просто ужас О, какой красивый звук Система установилась Все сыпется ошибками Сразу же она перезагружается Ждем Написано в Windows Server 2003 Снова появляется Замудренная карта хакерская Тут нажимаем ОК И давай Появляется какой-то кусок фанеры Запустилось Вроде бы ни одной ошибки Где-то я звукан тут уже слышал Давайте попробуем расширить Да, виртуальные драйвера работают Слава богу Это значит, что ролик мы сможем нормально так закончить Попадаем мы на такой фанерный рабочий стол Огромный просто жирный указатель Тема оформления Ну, для этого периода, для 2013 года Как-то необычно Обычно что-то под Windows 7 сделано А здесь как-то не отслеживается Хотя, хотя если присмотреться Это такая панель Как у семерки квадратная Наверное и есть Просто что не круглый Значок пуска Значки у нас от семерки Правда измененные чуть-чуть Далее пуск Какой-то минималистический совсем Заходим в панель управления Панель управления Значки у нас Обычные нормальные значки Вот Windows XP Зайдем в систему Посмотрим Огромный жирный картуш Заходим в установленные программы Программы этих нет Которые я пытался установить Тогда вылезло огромное количество ошибок Вот что есть Виртуальные драйвера И различные компоненты Ну, здесь у нас русификатор Visual C++ И как бы на этом все То есть, все практически дефолтное Обновления Есть ли смысл смотреть эти обновления? Ну, то, что было установлено 29.01.2020 То оно и написано Что у нас по дефолтному софту Нажимаем все программы Так, автозагрузка пусто Администрирование То есть, пакет администрирования Который нахрен просто Обычному пользователю не нужен Игры Домино Дурак Ну, это, кстати, Дурак и Домино Это сторонние игры Стопудово Мой бы батя оценил Далее, давайте запустим Домино Шахматы Шашки есть еще Какие-то танки Это что за танки-то? Давайте Домино Правильная здесь кодировка у нас Юхерхи-херхи Что за танки вообще? Морда Марио нарисованная Открыть Ага Это у нас NES Это эмулятор у нас Приставки Фомикон Танки-дром Хи-хи-хи Ну что, давайте поиграем Так, а как управлять-то? Надо джойстик подключать, видимо Или что? Обычный батл танк, который был на На приставки Фомикона, Дэнди, Лифа, Сюбар И на многих-многих других клонах Чего я так наезжал на администрирование? Оно, конечно же, есть и в обычной версии Виндус домашний Но там все это дело гораздо попроще Тут же очень много серверных приблуд Так, посмотрим здесь у нас ошибки Ошибок будет дохрена Потому что даже в процессе инсталляции Была ошибка за ошибкой Короче, штук 10 я насчитал Интересно, какие здесь он новые функции Подобавлял, интересно Наверное, обойна фанера Запустим и шаг Тут пытается запуститься MSN у нас Оформление данное Тема называется Рыво Я бы назвал просто фанера Что тут у нас есть? Все то, что вы видели тысячу раз Всяческие уродцы а-ля Виндус Лонг Хорн Всяческие тут еще Это что вообще за говно? А, смотрите, а-ля Гном Посмотрите Гном 2 Гном 2 forever Ну вот кто в теме, тот поймет о чем речь И что, нормально похоже? Только нету шрифта Ареал Который страшный От которого вытекают глаза Это что у нас такое? Жуть какая страшная тема, если честно Курсор стал прозрачный Так, это у нас это Азенис какой-то Блэк Блю Ну все, это тысячу раз уже видели И обойна у нас Блин, боже, какой страшный курсор И обойна у нас MacOS 10.4 Tiger У кого был Power Macintosh Или Intel Mac Кто видел инсталляцию Тайгера Тот видел как раз появление Вот этого красивого Икса Blacklight Какой-то котяра у нас сидит Снова Vista Drouching Притом такой какой-то контрастный Жутко Леопард Боже мой, какой ужас Маководу покажите Он сразу проблюется Сначала будет смеяться Потом будет блювать А потом попытается наложить на себя руки Только вот это яблоко растянутое Чего столько стоит Да что тут сказать Это вообще не похоже на Mac Вообще ничем Так LM Black Боже мой Тут еще и с кодировкой проблемы Ну да, смотрите, видите Заголовок окна Юхрхы-хрхы у нас здесь Windows XP Это просто луна, видимо Старая добрая Кстати Круто то, что Все сбрасывается на дефолт Даже нормальными становятся значки И какая-то растянутая обоя А-ля Windows 2003 Ну, дело в том, что Обои старые А разрешение я такое Не очень естественное сделал Рево вы уже видели Фанеру Это у нас Рояль Блю Ужас какой страшный Курсор похож на колбочку от шампуня Рояль Еще какой-то Корабли какие-то Это что вообще к чему Из какой-то игрушки, видимо Ну, графон очень старый Рояль просто Ну, эта тема мне нравится Симпатичная Ультимейтум К чему тут ультимейтум Я не знаю Классическая Вуд Это у нас Фанера 2.0 Еще больше фанеры Вот Лиды ВП Ну и зум Вы все знаете Мне кажется Шрифт в надписи Пуск слишком маленький Нужно было Побольше сделать И какая-то не та Эта тема зум Так Какие здесь у нас обои Фапабельные То есть для любителя Передернуть своего Или же подушить гуся Далее что Аврора Ну это классика Это Аврора Всех задолбала За вторую половину нулевых Да и сейчас В сборках встречаются О, как раз Те самые гуси А нет Это у нас фламинги Ну их тоже можно подушить Тоже как вариант Ничего О, смотрите О, анонист эдишен В полной красе Далее какой-то город Какой-то мусульманский праздник Ну я вам так скажу Что Во-первых Это все в хреновом Очень разрешении Даже для тех лет Во-вторых Ну наверное Европилоид бы в жизни И бы себе Это на обои Ну не поставил Скорее всего Человек Который пересобирал Эту сборку Он мусульманин какой-то И для него Это важный Какой-то праздник Другой у меня мысли нет Книлой мост Какой-то Одно время Вот такие вот обои Были очень популярны Я бы назвал эту обоину За 5 минут до перелома Это что у нас Ну Это Характерно Для эпохи XP Такая Одна из безмятежностей Очень много тогда Было этих обоин Мне они очень нравились Это что Какие-то хламидии Господи Понял Листики Свинокот какой-то Или просто Видимо какой-то Снежный парс Несчастный Я уверен Его даже не покормили Да А ведь его морда Появляется на всех Говносборках Вот он с недовольным Лицом и сидит Мустанг Ну это все банально Еще BMW сюда можно добавить Вискаря Какая-то чувиха На мотоцикле Ну это все Гопарская тематика О Обои на семерке Пирамида какая-то Снова набор рукоблуда Что тут еще у нас Бабочки Короче много всего Есть интересное Есть неинтересное Снова котяра обиженный Какой-то у нас Лес Просто довольная баба Видимо отсудила у мужа Кучу бабок Аля семерка Кстати вот такие товарищи Которые использовали Вот такие сборки Они очень сильно Любили заходить Во всяческие группы Посвященные Шиндусу И обсирали Пользователи Семерки Там или восьмерки Как раз Тринадцатый год Уже была Виндус 8 У меня же есть Группа ВК Есть какие-то Другие ресурсы Я этих уже троллей Всех наизусть знаю Прибанишь такого Он потом в комментариях Пишет Лещенко мудак Хотел бы я Над этой бабищей Поржать Но это же Кейли Миноук Легенда Восьмидесятых Девяностых Уже вообще Старушка стала Ну Вы знаете Она была очень Классной В свое время А эта обоина У нас символизирует Межрасовые браки Все эти обоины Какие же они Старые Все это Нулевые годы Господа Все это Блин Дикие Нулевые годы Вот эта обоина У меня где-то В 2009 Или 2008 Году Еще была На Линуксе На Ubuntu 8.10 Я ее использовал В самой сборке Был Квип 2012 Я думал поприкалываться Даже зайти в свою Асю Видимо автор был Настолько консервативен Что использовал Квип В 2013 году В 2013 году Квип уже конкретно Был выдавлен скайпом Да и скайп уже Плохо себя чувствовал Да В 2013 году Уже вовсю Начинал Набирать обороты Ватсап Что сказать Про саму сборку Довольно Ностальгическое Я тут ничего не обсираю Это же у нас В принципе Классические говносборки Все прошло нормально Не считая того Что в начале инсталляции Вылезло огромное количество ошибок И софт вообще отказался Устанавливаться Использовать ли это В современной Нашей жизни Нет ребят Ни в коем случае Ну как вариант Если у вас есть Какой-нибудь старый Двухъядерный корч Старенький Там совсем 2006-2007 года Как вариант Можно поставить Чистую 2003 винду Подключать там Серверные приблуды И ограничения Ее в принципе Можно использовать Вопрос только зачем Что просто XP Что 2003 винда Они уже очень сильно устарели Ну разве что Только как Система для Того чтобы играть В какие-то древние игры Но тут конечно Лучше всего Ставить Чистую XP 2003 Можно ставить В том случае Если у вас Четыре или более Гигов оперативной памяти Там автоматом Включается Пай И у вас будет видна Остальная оперативная память Но в любом случае Полностью она Использоваться не будет Что касается Какой-то серьезной работы Нет ребята Ни в коем случае Windows 2003 Windows XP Давным-давно Не имеет Серьезных заплаток Безопасности То есть при желании При желании При серьезной эксплуатации Взломать 2003 XP Никаких проблем У какого-нибудь Жулика Не возникнет Хотя в комментариях Скорее всего Мне понаписывают Что там Все зависит От рук От мозгов Это закрытая Операционная система Самостоятельно Вы здесь эти дыры Не закроете Вы даже про них Знать не будете И что бы мне Не писали В будущем Через 3 года То же самое Ждет Windows 7 Будет просто Рейш и то На этом я заканчив Всем пока Спасибо за внимание Народ Я у вас заберу Еще одну минутку Вы помните Сервер Дудукрафт Так вот Мы обновили Сервер с версии 1.12.2 До версии 1.14.4 Также можно Заходить Со свежей Версии 1.15 На сервере У нас Два Мира Креативный И Выживание Огромное Количество Различных Строений Средневековые Строения Советские Микрорайоны Постоянные Битвы С бандитами Ну и Как всегда Максимальная Сложность Я лично Там Постоянно Играю Приходите Вместе Поиграем Сервер Некоммерческий Все Донаты Которые Идут на Сервер Оплачивают Хостинг Для того Чтобы попасть На сервер Вы должны Зайти к нам В дискорд И получить Роль Игрока Ссылка На дискорд В описании А теперь Точно Пока Субтитры Субтитры